Орловщина Орловщина стала местом ошесточенных боев по территории области в течение 22 месяцев проходила линия фронта. Великая битва на Орловско-Курской дуге продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. В ходе Орловской наступательной операции рано утром 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орлом. Разведчиками 380-й стрелковой дивизии, ефрейтором Василием Ивановичем Образцовым и рядовым Иваном Дмитриевичем Санько было водружено Красное Знамя на единственном уцелевшем крупном здании, доме номер 11 по улице Московской. Тот же день в 24 часа столица нашей родины Москва впервые за годы войны салютовала доблестным советским войскам, освободившим города Орел и Белгород 12 залпами из 120 орудий. Железнодорожный район. Улица имени Абрамова и Соколова. Летчиков-бомбардировщиков, погибших над Орлом в 1942 году. Летчик Борис Варламов, штурман Василий Абрамов, воздушный стрелок Александр Соколов и воздушный стрелок-радист Александр Гомзиков составляли экипаж самолета Ил-4 42-го авиационного полка. 5 июля 1942 года вместе с другими экипажами они получили задание бомбить скопление фашистских эшелонов на станции Курск. При подлете к Орлу около 11 часов вечера самолет попал под перекрестный огонь немецких зениток и пулеметов. Успев сбросить бомбы на эшелоны, машина стала резко снижаться. Из горящей машины, развалившейся на несколько частей, выпрыгивали с парашютами летчики, а по ним стреляли немцы. Позже местными жителями в разных местах поодаль от самолета были найдены тела двух погибших летчиков. На другой день они были захоронены недалеко от места падения самолета. Через несколько дней в огородах немцы нашли еще одного тяжелораненого летчика Гомзикова. Сразу же после освобождения города он встал в строй и продолжал воевать до полной победы над гитлеровской Германией. После войны проживал в Вологодской области. Судьба командира экипажа, старшего лейтенанта Бориса Григорьевича Варламова, до сих пор неизвестна. Когда в 60-е годы была начата прокладка водопровода по Ливенскому переулку, местные жители предупредили строителей о том, что на линии водопровода находится захоронение летчиков. Их останки были перезахоронены на Троицком кладбище. Редактор субтитров А.Семкин